Традиционно считается, что российская мода, наша отечественная мода, берет тенденции и различные мотивы в моде западной. В принципе, не будем утверждать обратное, но тем не менее, были периоды, когда российская мода, именно русский стиль в европейских тенденциях был лидирующим. Это времена первых десятилетий XX века. Традиционные форменные, так называемые парадные придворные дамские платья еще в XIX веке содержали элементы национального боярского костюма XVII века. И мы видим, что это могли быть боярские рукава атлетные, это могли быть золотные вышивки и другие элементы, кокошник, который был принят именно в традиционном придворном костюме при российском дворе. Эта традиция происходит с времен первых десятилетий века XIX, когда национальное самосознание, особенно после событий победы в войне 1812 года, национальное самосознание было достаточно высоким. И уже во времена Николая I в 1834 году было принято решение о введении придворных дамских платьев, которые как форменный элемент должны были содержать элементы национальной русской культуры. Это было очень привлекательно, интересно и своевременно, потому что со времен Петра I, конечно, европеизация культуры, европеизация моды, она отринула русские традиции и довольно снисходительно относилась к национальным элементам в русской культуре вообще и в российской моде в частности. Но национальное самосознание, которое проявлялось во всех видах искусства, не только в костюме, но и в архитектуре, в живописи, в литературе, в музыке, нашло отражение в дамском придворном костюме. На многочисленных портретах той поры мы видим эти придворные платья, которые несут в себе элементы боярской одежды. Прежде всего, это кахошники, это атлетные рукава, это золотная вышивка, это так называемые ложные пуговицы на пластроне белого платья атласного. И, конечно, эта традиция сохранялась достаточно долго, вплоть до 1917 года. В собрании армитажа хранится немало придворных платьев, парадных русского двора. И, конечно, они поражают своей красотой, эффектом. Прежде всего, конечно, вот этими элементами национальных черт русского костюма до Петровского времени. Очень большим импульсом к пропагандированию, продвижению темы русского национального костюма был костюмированный бал 1903 года, когда все приглашенные придворные дамы и господа должны были иметь костюмы идеального совершенно силуэта, идеальной отделки, которая датировалась бы архивными какими-то документами. К этому, на самом деле, приложили свое знание археологи, культурологи, те, кто изучал древнерусскую литературу. И таким образом были созданы, воссозданы вот эти костюмированные, так называемые маскарадные, конечно, костюмы, которые напоминали русский двор царя Алексея Михайловича. Очень важным для формирования вот этого национального колорита русской придворной моды, конечно же, были сами императрицы. И вы здесь видите на этом снимке последнюю российскую императрицу, которая представлена именно в таком форменном придворном платье, инициировавшем темы и мотивы национальной культуры. Следующий шаг в развитии и пропаганде национальной русской моды за рубежом, конечно же, принадлежит Сергею Дягилеву и его многочисленным, замечательным совершенно постановкам, которые познакомили западноевропейскую публику с очень широким диапазоном, с глубиной российской культуры, культуры древней Руси. Поэтому эскизы декораций, костюмы, многочисленные стилизации – это касается хореографии, это касается музыки – были совершенно по-новому восприняты европейскими зрителями. И, конечно, вот эти стилизованные сценические костюмы – это все-таки сценические костюмы, это не современная мода – они, тем не менее, были импульсом для многих модельеров западноевропейских, которые по-иному, по-новому воспринимали российскую моду. Конечно, Леон Бакс был здесь непревзойденным совершенно художником, и его костюмы до сих пор очень высоко ценятся на аукционах, его костюмы были уникальными, даже эскизы, которые мы вот сейчас здесь видим, они поражают своим, с одной стороны, современным прочтением моды, с другой стороны, конечно, соответствием театральному образу. Его замечательные эскизы на тему русского традиционного сказочного сюжета знакомили зарубежных зрителей, зарубежных модельеров, что очень важно было имена, они ходили на премьеры русских сезонов, вот с этой замечательной, неизвестной ранней стороной русской культуры. Не только один Леон Бакс, но и другие художники. Наталья Гончарова, например, которая создавала потрясающие по своему колориту костюмы в контексте модерна, это все-таки начало 20 века, в контексте модерна выбивающиеся своим ярким цветовым решением и вот этой мощью российского такого ментального взгляда на костюмы. С Натальей Гончаровой можно также представить костюмы Николая Рериха, которые знакомили европейскую публику с такими элементами славянской культуры, культуры Древней Руси, которые были актуальны также для этого периода. Естественно, что эти сценические костюмы, эти театральные, может, несколько утрированные в смысле своего декора наряды, они сыграли определенную роль в знакомстве западноевропейской публики, парижской, прежде всего, публики, с огромной базой, огромными пластами русской национальной культуры. Вот на этом замечательном плакате, на этом снимке мы видим и Дургенштейн в роскошном кокошнике, вот в этих браслетах древнерусских. Конечно, подобные персоны, подобные, так сказать, обращения к национальной русской тематике в контексте дягилевских сезонов сыграли очень большую роль в знакомстве и признании русской культуры, русского костюма прежде всего, и вот этой особенной театральной эстетике, которая затем вылится посредством работ других европейских модельеров в определенное направление моды. Вот мы видим уже 20-е годы и текстильные рисунки Леона Бакста, которые были предложены им даже за океаном в Америке для того, чтобы создавать ткани именно в национальном русском стиле. Здесь мы видим, конечно, известный храм Василия Блаженного, стилизованные в русском варианте, как будто бы вышитые гладью эти характерные цветы, ну и другие мотивы, которые находили воплощение именно вот в этих интересных идеях наших современных художников. Надо сказать, что с Сергеем Дягилевым в русских сезонах работали самые известные наши лучшие художники эпохи Серебряного века, и, конечно, это не могло не сказаться на развитии европейской моды. Один из популяризаторов российской культуры, Поль Пуаре, которого считали императором эпохи модерна, на самом деле он был один из самых важных и самых главных персонажей в области моделирования женской одежды в Париже, он тоже в свое время был очарован русской культурой. Во-первых, он бывал в Москве, он общался с Надеждой Петровной Ламановой, и результатом вот этого проникновения в культуру России были его коллекции. Мы здесь видим замечательное платье из льняной русской скатерти, которая была подарена ему еще во времена вот этого вояжа по России в начале 20 века. Вот это замечательное платье из льна, которое тоже выполнено буквально из русской скатерти, он рекомендовал своей супруге Денизе Пуаре для того, чтобы она посещала в этом платье премьеру русских сезонов. То есть как все взаимосвязано было и как все было, как взаимовлияли друг на друга вот эти тенденции, мы здесь совершенно очевидно можем наблюдать. Еще одна модель Коля Пуаре, которая была выполнена по мотивам, разница в 10 лет, мы здесь видим 1921 год, по мотивам русского национального костюма. И также известная очень модель Коля Пуаре, пальто в русском стиле, с вот этими стилизованными солярными знаками, которые в качестве аппликации украшают полочки этой замечательной модели. Ну, конечно, другие модели Поля Пуаре тоже содержали в себе элементы национального характера. Здесь мы видим главный убор, который, безусловно, стилизован под русский кокошник, уж не говоря здесь о вышивках, и применение большого количества меха, что тоже характерно было для европейского восприятия как элемент русской культуры. На страницах модных журналов также появляются многочисленные модели, такие, как мы видим на экране, стилизация вышивки. Это все происходило по причине того, что после 1917 года многие эмигранты первой волны, которые оказались в Париже, начали заниматься воссозданием ателье модных домов, которые, безусловно, пропагандировали русскую культуру. Поэтому княги Необоленская, Трубецкая и Анненкова, которые находятся вот на этом снимке, они прикладывали массу усилий, обладая очень хорошим вкусом, изначально прекрасным воспитанием в России, хорошим вкусом, и они могли открывать модные дома, которые пользовались большой популярностью в Париже, а затем и в других европейских городах. Это элементы не только отделочных деталей, например, русская вышивка или вышивка в стиле а-ля рюс, но это и силуэты, которые были инспирированы именно национальной тематикой, национального русского костюма. Здесь также мы видим очень известный вариант модели дома Китмир, который также представлен в национальном характере и формы, и силуэта, и, конечно же, декоративного оформления в виде вышивки. Великая княгиня Мария Павловна, например, работала в известном доме Габриэль Шанель, и она тоже прекрасно совершенно занималась вышивкой, аппликацией, умела это делать собственными руками, как ни странно, Великая княгиня. Это очень важно, потому что, на самом деле, иммигранты, оказавшись за рубежом, не все находили себе какую-то область применения, профессионального применения, но, тем не менее, вот эти знания и прекрасное воспитание, обучение в России вот этим элементам мастерства, типично дамского такого мастерства, даже у представительниц привилегированных сословий за рубежом давало им возможность находить себя, работать и таким образом в еще большей степени знакомить европейскую публику с моделями, которые, конечно же, были инспирированы русской тематикой. Не менее известен также и модный дом Ирфе, который был открыт в Париже Ириной и Феликсом Юсуковыми, и они также продвигали эту идею русской культуры, пропагандируя русскую моду и создавая коллекции именно в русском стиле. Таким образом, конечно, и сама Ирина, которая была, безусловно, красавицей, демонстрировала эти модели в кокошнике. Это было очень эффектно, это было современно, это не было архаично. Это было на самом деле решено в современном стиле, но с элементами национальной русской культуры. Большую роль в пропагандировании русского национального костюма, и я бы сказала, шире русского такого национального образа, сыграли конкурсы красоты, которые проводились иллюстрированные Россией. И, конечно, в этом журнале всегда опубликовались победительницы в национальных костюмах. Эти костюмы были стилизованы, но, тем не менее, элементы главные, которые характеризуют русскую национальную культуру, сохранялись. Это сарафаны, это широкие блузки, и это, конечно, разнообразные кокошники. Таким образом, национальная русская культура, национальный русский костюм в Западной Европе в первое десятилетие XX века начинает завоевывать определенные позиции, и многонациональные народы Российской империи в прошлом находили воплощение в этих замечательных моделях, которые создавались европейскими модельерами. Известен, совершенно очевиден, и, конечно, ни для кого не секрет, был этот факт так называемого русского периода у великой мадемуазель, когда Габриэль Шанель, познакомившись с великим князем Дмитрием Павловичем, и создавала многочисленные коллекции на русскую тему. Она была влюблена не просто в князя, она еще была влюблена в Россию, по крайней мере, пыталась изучить или познакомиться, или приблизиться к элементам российской культуры, так как она была модельером. Безусловно, это было профессионально выполнено в ее моделях. Многочисленные модели Габриэль Шанель 20-х годов так называемого русского периода решены, конечно же, в русском стиле. Это и блузы, это и многочисленные меха, это дефиле, которое она устраивала и посвящала не только великому князю, но и всей русской культуре. Это и замечательные модели ее платьев с вышивками в русском национальном стиле. Но следует сказать, что, конечно, в ее доме работали русские вышивальщицы, в ее доме работали русские эмигрантки, которые прекрасно знали суть вот этих элементов и, конечно, справлялись со своей задачей блестяще. На страницах журналах мы видим многочисленные интерпретации национального костюма не только славянского, не только русского, но и, например, кавказского. Дело в том, что в Западной Европе воспринимается русская культура не только как культура славянская, но и с элементами различных этнических особенностей многочисленных народов Российской империи. Поэтому, конечно, воспринималась и подобная тематика также в контексте российской моды. Меха, которые, безусловно, до сих пор воспринимаются европейцами как элемент русской культуры. Может быть, излишне утрирован, но, тем не менее, мы видим здесь красавиц Голливуда, известных актрис 20-х годов, которые, конечно, в подражании русской моды, в сапожках, в меховых изделиях. И большое количество вот этого роскошного русского меха здесь, безусловно, бросается невольно в глаза. Русские актрисы, в частности, Ольга Бакланова, которая, к сожалению, в 26-м году эмигрировала из России, она сделала карьеру в Голливуде, но не забывала о том, что она русская. И, конечно, ее многочисленные портреты уже в архивных материалах запечатлевают Ольгу Бакланову в национальных русских, ну, скажем, если не костюмах, то, по крайней мере, элементы ее костюма содержат вот такую национальную тематику. Здесь, в этом замечательном платье, нужно видеть геральдические элементы национальной русской истории, по крайней мере, вот эти стилизованные бруглавые орлы, которыми вышито полностью платье голливудской актрисы или, в некотором смысле, может быть, утрированные, но, тем не менее, российского происхождения, русского происхождения, вот эти огромные замечательные кокошники, которые с успехом демонстрировали и русские эмигрантки, мы здесь видим танцовщицу Кабаре, Кудрявцеву Екатерину, и также актрисы Голливуда, Мэри Пикфорд, звезда Голливуда 20-х годов, также носит кокошник, русский сарафан, и таким образом, безусловно, транслирует элементы русской культуры в западной кинематографической среде. Очень многие мастерские, многие ателье в Париже, в Лондоне, в других европейских городах создавались, конечно, при участии русских эмигрантов. Вы видите здесь стилизованные главные уборы по теме русского кокошника. В некотором смысле, может быть, довольно наивно представлена эта вышивка, но, тем не менее, стилизация русского кокошника присутствует. Или вот это замечательное ателье, которое работало и в Париже, и в Лондоне, и выполняло заказы по изготовлению моделей головных уборов. Называется ателье «Шапка». Вот здесь гриф мы видим этого дома модного. Эти все головные уборы были выполнены в стиле русских кокошников. То есть в Европе, в западноевропейских странах, в западноевропейских столицах мода на русские мотивы в одежде, в костюме, в головных уборах, в верхней одежде, даже в обуви распространялась стремительно. И, конечно, модные дома этого периода, например, такой модный дом, как Ворд, который берет свое начало в XIX веке, мы видим стилизованную модель уже в 1921 году. В очень эффектном манто представлена на этом эскизе модель в русском кокошнике. Меха, русские кокошники, украшения – это все, безусловно, нашло свое воплощение в тенденциях европейской моды. Таким образом, можно выделить несколько важных причин, которые инициировали популяризацию именно русского стиля, национального русского стиля в европейской моде первых десятилетий XX века. Прежде всего, это, конечно, уникальность придворного женского костюма, который существовало с 1830-х годов до 1917 года. Этикет российского двора был совершенно неподражаем, благодаря уникальности и роскоши придворного костюма. Следующей важной причиной, конечно, были русские сезоны Дягилева. Они познакомили зарубежных зрителей с национальным своеобразием русского костюма через театральные постановки, которые затем именно со сцены шагнули в светскую моду и очень быстро нашли своих поклонниц. Также события 1917 года в России породили волну эмиграции, и отечественные изгнанники, обладавшие очень хорошим вкусом, открывали в Париже дома моды. Этих домов моды в первое десятилетие XX века было более 20. Ну и, конечно, популяризация русского стиля в коллекциях зарубежных модельеров, известных того времени, была также очень важна для популяризации вот этого именно национального русского стиля в европейской моде первых десятилетий XX века. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок